Недельная глава Ваегаш. И подошел к нему Иуда. Иуда готов идти на бой против этого правителя. И что же изменилось? В предыдущей главе он сказал, мы все рабы, а сейчас он выступает на бой. Он готов спорить с ним, он готов даже пойти на смерть, чтобы спасти Бениамина. И когда открывается, что именно за то, что они продали своего брата Йосефа в рабы, это понятно, Творец нашел наш грех, и поэтому мы все оказываемся рабами правителя Египта. Но если ты берешь одного, того, кто не участвовал в продаже, это твое личное, это ты специально все подстроил, и Иуда готов идти на смерть. Почему все время говоришь ты, спрашивает Йосеф, а не другие братья. И сказано, что когда спорят два царя, другие братья стоят молча. Один царь это правитель Египта, это Йосеф, а другой царь среди сыновей Якова. И отвечает ему Иуда, я поручился за отрока, я не могу вернуться к отцу без него. И продолжает Медраж, и говорит Иуда, если я обнажу свой меч, весь Египет будет покрыт трупами. Отвечает ему Йосеф, если ты обнажишь меч, я привяжу его к твоей собственной шее. Я открою рот, продолжает Иуда, и проглочу тебя. А я, отвечает Йосеф, заткну твой рот камнем. Что же я могу сказать своему отцу? Скажи ему, веревка последовала за ведром, но твое обвинение ложным. А когда вы продавали своего брата, ваше обвинение не было ложным. В моем сердце горит огонь шхема. Мы сделаем ради Бенямина то, что братья сделали ради Дины. Я потушу огонь в твоем сердце, напомнив тебе про то, что происходило с Тамар. Я окрашу кровью все рыночные площади Египта. Вы известные красильщики. Разве вы не окрасили кровью одежды вашего брата, когда принесли отцу? Ярость Иуды достигла высшей точки. Два волоса на его груди пробили его одежды. И Йосеф понял, что вот-вот произойдет непоправимое. И понимает Иуда, что наступил момент, когда от него зависит все. И он говорит, возьми меня в рабы вместо Бенямина. И не может больше скрывать Йосеф. И он открывается, братья. Я, Йосеф, мой отец еще жив. И не могли братья говорить с ним. Так они испугались. И так сказано в Талмуде в трактате Хагига. Сказал Аббакоид Бартелак. Горе нам в день суда. Горе нам в день упрека. Йосеф, он был один из младших братьев. Но когда он сказал два слова, они, Йосеф, я, Йосеф, не могли, братья, отвечать ему. Они оторопели. Что скажем мы в день суда? Что скажем мы, когда Творец скажет нам, они, Ашем, я Творец? И вдруг полностью перевернется наше понимание. Ведь мы оправдываем себя. А когда открывается правда, вдруг оказывается, что невозможно выдержать ее. Ведь дурное начало все время обманывает нас, закрывает наши глаза. А когда Творец скажет, я, Творец, вдруг откроется. Насколько мы были в плинух. Счастлив человек, который здесь, в нашем мире, может поставить перед собой зеркало и сказать, я, Йосеф, еще мой отец жив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова